С 1 сентября вступает в силу принятый Госдумой федеральный закон номер 255, согласно которому внесены существенные изменения в жилищный кодекс. Старая редакция этого документа была принята в марте 2005 года. 9 лет, согласно ему, выстраивали собственники квартир отношения с компаниями, эксплуатирующими это жилье. Здесь было все и какие-то недоразумения, какие-то споры, недовольства, возможно, каким-то отдельным элементам, связанным с обслуживанием эксплуатации. Сегодня, я считаю, с вступлением в силу 255 закона, или точнее принятого закона, который вступит в силу с 1 сентября, очень существенно меняются подходы. И дано право сегодня, опять же, людям, после такого 9-летнего работы жилищного кодекса, уже осмысленно подойти к выбору как способа управления многоквартирного дома, так и выбору управляющей компании или жилищной организации, которая может эксплуатировать и будет эксплуатировать тот или другой многоквартирный дом. Способов управления многоквартирными домами вообще три. Это, во-первых, непосредственная форма управления. Она возможна только в домах, где количество квартир не превышает 16. Таких квартир в Саянске нет. Второй вариант – товарищество собственников жилья. Сегодня ТСЖ может объединять несколько домов в одной земельной границе. Надо заметить, что такой способ управления, как ТСЖ, требует от собственников особой сознательности и ответственности. Им приходится выстраивать деловые, финансовые, договорные взаимоотношения со множеством организаций, обслуживающих, в свою очередь, городской жилой фонд. Взять на себя ответственность, создать ТСЖ, выбрать старшего по дому, который бы не... и совет дома, который именно юридическое лицо, которое бы несло ответственность части организации обслуживания, создания, предоставления коммунальных услуг через ресурс, снабжающие организации. Конечно, они существуют такие, товарищи собственников жилья, это не новшество какое-то для России. Данные товарищества были и при Советском Союзе, и сегодня они имеют место быть во многих городах. Но действительно, еще раз говоря о том, что проактивность наших людей, то это несколько сложная система, требующая действительно такого организационного самоподхода, самосознания людей в организации работы по обслуживанию данного дома, и не только обслуживания с точки зрения санитарных уборов, ремонтных работ, но и обеспечения, предоставления внутренних систем, то есть теплоснабжения, водоснабжения и так далее, и так далее. Третий способ управления – управляющей компанией. Практика, существующая сегодня, привычная, знакомая собственникам. Им остается определить именно ту управляющую компанию, качество услуг которой, на их взгляд, достаточно высоко. Сегодня жителям ставится как бы законодательная задача определиться с 1 сентября до 1 апреля, оно вообще это считается, что вступает в силу, а с 1 января начнется процедура организации проведения собрания, до 1 апреля определиться способом управления многоквартирного дома, это либо ТСЖ, либо управляющая компания. И второе – это, конечно же, определиться с теми компаниями, которые будут выступать в роли управляющих компаний по данным многоквартирным домам. Вот это существенное изменение в жилищный кодекс. До принятия закона о капитальном ремонте многоквартирных домов существовала обычная практика. На общем собрании жильцов и представителей управляющей компании решали, какие именно работы на доме необходимо сделать, определяли стоимость этих работ и суммы, которые обязаны сдать жильцы за определенный, зачастую достаточно длительный промежуток времени. Сегодня собственники квартир, согласно закону, выплачивают на капремонт определенные фиксированные суммы. Сегодня это все вышло уже на уровень законодательной базы Федерации и области. И установление платежей населения, в зависимости от того, где ты проезжаешь, об этом уже тоже давали информацию, оно фиксировано. То есть в пятиэтажном доме, если память не изменит, 5,30, в пятиэтажном там 7,20 рублей. Это уже принимает решение не управляющая компания по сумме. Больше может быть, меньше нет, это уже фиксировано. Те работы, которые подпадают под капитальный ремонт, это тоже определено по перечню. Третье существенное изменение в жилищном кодексе – новые подходы к формированию фонда капитального ремонта. Теперь управляющим компаниям, как и ТСЖ ранее, дано право открытия спецсчета, владельцами которого они непосредственно и будут являться. Такая возможность есть в течение двух лет изменить подходы в организации капитального ремонта. То есть открытие спецсчета. И владельцам спецсчета может быть управляющая компания, как ТСЖ. В общем, это существенное изменение. Кроме того, у нас в городе 130 многоквартирных домов. На 18-й было принято решение об открытии спецсчета на каждый дом. Но при этом владельцам счета являлся региональный оператор. То в данный момент тоже есть возможности по этим 18 домам внести изменения на предмет того, что управляющие компании, которые будут заниматься на данных домах, они будут также владеть спецсчетами. И сами, естественно, с жителями этого дома вместе с управляющей компанией решать вопросы по организации, очередности проведения капитального ремонта в рамках тех нормативных документов, которые существуют. Принять решение о способе управления своим домом и о выборе жилищной организации, которая будет этим домом управлять, собственники квартир должны до 1 апреля 2015 года. А до 1 мая все те жилищные организации, которые будут выбраны для управления домами, обязаны будут получить лицензии на данный вид деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин